Здравствуйте! Здравствуйте! Вам видать меня? Нет? Видно? Слышно, что я говорю? Меня зовут... Звук хороший, нет? Извините, я не вижу... Звук есть? Вы слышите меня? Можете написать, слышно меня или нет, чтобы я понимал? Задержка немножко идет... Сейчас я узнаю по поводу звука и начнем с вами... Начну рассказывать и показывать отдельное упражнение... Видно и слышно. Хорошо. Меня зовут Бондаренко Владимир. Я живу в Омске. Окончил институт 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 инстит Это связано с тем, что эта йога – хорошая практика. Что эта йога – великолепная практика для тех, у кого проблемы со спиной. Поэтому я этим увлекся, так как, конечно, к Тибету я имел мало отношения. Здесь у нас переводчик в Омске был, он жил, сейчас он переехал в Москву, Сумсов Алексей, он привозил тибетцев, и я в них занимался. Я изучил две школы, это традиции, и частично еще одну, и несколько упражнений вне традиции. То есть у меня была возможность учиться у двух учителей, поэтому я готов поделиться своими знаниями. Вот немножко о себе. Давайте так, я сначала покажу какие-то упражнения, расскажу для чего. Я не знаю, видите, будете вы делать или нет, поэтому, собственно говоря, я буду показывать. Ну, первое, что я хочу показать, это вот в практике есть так называемая ваджерная поза, которая вытягивает грудной отдел великолепно. Смотрите. Вы можете положить ладони, но, в принципе, в практике собираюсь в кулаки, и кулаками упираюсь в бедренные суставы и выпрямляю руки. Происходит растяжение грудного отдела. То есть это вы можете делать на рабочем месте. Можно делать сидя на стуле, сидя на диване. Вот я сейчас сяду на диван, покажу то же самое, что не обязательно делать со скрещенными ногами, сидя на полу. Смотрите. Можно сесть, выпрямить, посидеть, растянуть позвоночник. Таким образом растягивается грудной отдел. Поясничный отдел можно растянуть встав, уперевшись руками опять в бедренные суставы, наклонить корпус, поднять голову вверх и растянуть позвоночный столб. Я буду рассказывать и показывать некие вещи, которые будут иметь отношение к тибетской практике. Первое, что я вам хочу показать. Я покажу упражнение, которое выполняется в практике и покажу, как его можно делать без практики. Без традиции, которая в традиции, которую вы можете использовать. Вам не обязательно быть сторонником и приверженцем тибетского буддизма. Вы можете, например, покататься на спине, что, скорее всего, многие делали из вас. Но упражнение выполняется следующим образом. Посмотрите, делается вдох, задержка дыхания. Затем стопы ставятся вместе. Я берусь безымянными пальцами за большие и начинаю кататься на задержке дыхания. Затем идет потирание, выдох носом. И выдох. Я показал то, как это выполняется в практике. Как выполняется практика в традиции. Почему выполняется задержка на вдохе? Это связано непосредственно с традицией. Когда занимающийся делает вдох, задерживает дыхание. Когда в этот момент он вдыхает всю мудрость Будды и заполняет каналы внутри собственного тела. Но не вдаваясь в эти вещи, я вам скажу, как это будет выглядеть с современной точки зрения. То есть вы делаете вдох, задерживаете дыхание, создаете давление в легких. И если у вас есть неудобства в спине или в позвоночнике, то в момент катания или выполнения определенных упражнений вы не можете ухудшить свое собственное состояние. Почему? Потому что в легких создается давление. Диафрагма давит на брюшную полость. И в брюшной полости создается тоже давление. Поэтому вы можете просто кататься. Смотрите, наклоняясь вперед, я растягиваю поясничный отдел. Ухожу назад, оказываясь на спине и на плечах. И подтягиваю большие пальцы к колбу. В этот момент у меня происходит растяжение шейного и верхнего грудного отдела. Так что можете делать это упражнение не задерживая дыхание и просто катаясь на спине. Вам тоже будет намного легче. Теперь есть следующее упражнение, которое называется натянуть лук. Выполняется оно естественно на задержке дыхания. Я вам попытаюсь рассказать и объяснить, как это выглядит и что при этом происходит. Значит, кулаки собираются определенным образом. Большой палец упирается в первый сустав безымянного и собирается кулак. Так называемый ваджерный кулак. В традиции делается вдох, задерживается дыхание, собирается кулак. Правая рука поднимается в бок, чуть выше головы. Соединяются кулаки и в этот момент происходит как натягивание. Затем кулак разворачивается ладонью вниз, приклеивается к одноименной половине тела. В данном случае это левая. Затем грудная клетка поднимается вверх, происходит растяжение. И используется рука в виде рычага, которая растягивает грудную клетку. Упражнение просто сидя, стоя, сидя и стоя. Давайте я просто покажу, как это делается. Сначала в традиции, а потом объясню еще мелкие детали. Упражнение просто сидя. Упражнение просто сидя. Здесь получается три раза я натягиваю лук чуть выше головы, правой рукой. Три раза левой, три горизонтально и три левой горизонтально. Три правой чуть ниже плеча и три левой чуть ниже плеча. Значит, в этот момент что я делаю? Когда я держу правую руку чуть выше головы, в этот момент я пытаюсь рукой как бы вытянуться. И как будто раз, грубо говоря, стенки. Это приводит к тому, что растяжение правой половины и выходит растяжение в сторону отнимленной руки. Когда вы собираете кулаки вместе, у вас происходит вбирание грудной клетки. Когда вы натягиваете лук, вы создаете инерцию. Используя натяжение и инерцию, происходит поднимание груди на верх, плечи опускаются вниз и переворачиваются ладонью вниз. И вторая рука используется в виде рычага локоть, который половину грудной клетки растягивает. Значит, еще раз посмотрите, как это будет выглядеть слитно. Значит, это упражнение растягивает грудной отдел по диагонали в разных плоскостях. И все зависит от того, где вы держите кулак, какую часть грудины, где крепятся ребра, вы поднимаете вверх. Скажем так, чтобы было понятно. Когда мне необходим верхний грудной отдел, то спереди крепятся ребра, которые крепятся спереди, спереди крепятся к грудини, сзади крепятся к позвоночнику. Поэтому, если проблемы в верхнем грудном отделе, то я могу кулак останавливать в районе верхнего грудного отдела. Если в правой половине тела происходит вытягивание, то в левой, когда поднимается, и я использую рычаг, происходит раскрывание определенным образом. Я читаю, можно ли делать эти упражнения, когда болит спина в области лопаток, или для начала надо снять болевой синдром. Елена спрашивает. Я хочу показать упражнения, которые вы, в принципе, можете попробовать делать дома самостоятельно. Потому что есть очень сложные упражнения, которые действительно сложные. У меня на стене есть три упражнения, которые я выложил в открытый доступ, и есть возможность их посмотреть. Эти упражнения достаточно простые. Кстати, упражнения стоя, в этом упражнении амплитуда движения больше. Соответственно, и из-за того, что больше амплитуда движения, то и больше результатов. Связано это, как правило, с чем? С тем, что когда вы сидите, со скрещенными ногами, у вас, если коленный сустав находится чуть выше тазобедренного, лестница чуть-чуть осаживается. И это приводит к чему? Это приводит к тому, что это приводит к растяжению всего позвоночного столба. Вот. А, соответственно, если спина натянулась, то и амплитуда движения меньше. То есть, вы грудной клеткой можете меньше работать. Когда вы станете на прямых ногах, ну, давайте, я не знаю, видать меня будет или нет. Слышите меня? Значит, ну, вот, наверное, так. Смотрите. Видите? Амплитуда движения больше. Соответственно, и результат больше. Все то же самое, но стоя на прямых ногах. То есть, упражнения достаточно простые. Но еще раз хотел бы напомнить вам. Напомнить о чем? Напомнить о том, что очень важно расставить правильные акценты при выполнении упражнений. И поэтому слушайте внимательно. Если проводить кулаками, то это можно водить кулаками всю жизнь. Но как бы результата от этого никакого не будет. Вот. Вопрос еще задает Ирина. Можно ли данное упражнение делать людям в возрасте, кто не занимался никогда? И если есть проблемы с давлением? Да. Значит, я хочу сказать так, что вот, когда было, когда занятия можно было проводить, и вот, собственно, у меня была возрастная группа. Возрастная группа от 65 до 83 лет. люди приходили, мужчины и женщины занимались. Поэтому возраст ограничивается только желанием занимающегося. Вот. Но с детьми, я хочу сказать, что я с маленькими детьми, я не занимаюсь. Потому что, в принципе, для этого необходимо мотивация. И то, чего как бы у детей, скажем так, редко наблюдается. Потому что упражнения специфические, не такие, как обычно. Вот. По поводу давления. Значит, дело в том, что... Вопрос хороший. Дело в том, что эти упражнения, так как выполняются на задержке дыхания, они повышают давление. Поэтому есть люди, которые приходили ко мне, у них проблемы были с давлением. Так вот, задержку, во-первых, каким образом мы это купировали? Значит, во-первых, задержка не всегда выполняет, не всегда упражнения. Не все упражнения делались на задержке дыхания. А там, где задержка дыхания была необходима, движений было меньше. К примеру, да, в традиции катания, вот то, что я показывал, как кататься на спине, делается 9 движений. Что значит 9 движений? Движения назад-вперед раз, назад-вперед девять. И только после этого идет выдох. Человек, у которого давление, он может делать на задержке дыхания всего два движения. То есть, назад-вперед, назад-вперед, или даже одно движение. Были люди, которые приходили, которые вообще не могли кататься, потому что проблемы со спиной были очень серьезные. И они выполняли упражнения, сидя на спине в начале. Я хочу сразу сказать, что вот эти упражнения, это не панацея от всего. Просто многие проблемы можно решить, выполняя упражнения, физические упражнения или лечебную скульптуру. Поэтому сказать, что, товарищи, давайте занимайтесь тибирской йогой, у вас все пройдет. Но это не совсем правильно. Я хочу, вот я вам как бы говорил по поводу сложных упражнений. Я хочу как бы их показать, несколько упражнений, которые достаточно сложные. Там очень много этих, чтобы вам было понятно, почему я говорю, что есть сложные упражнения, есть более-менее простые. Значит, ну давайте я сначала покажу, потом расскажу об этих упражнениях. Готовя самое теплое. Это достаточно сложное упражнение И направлено на то, чтобы есть Давайте так я вам расскажу Я для себя классифицировал эти упражнения Которые есть разбивающие зажатость спины И мышечные спазмы, которые присутствуют Есть упражнения, которые меняют положение позвонков Относительно друг друга В которых происходит вращение Начнем с того, что вот эта йога Она называется «Кобецкий труп хор» Какие-то перебои И я не совсем понимаю Вот вы как бы видите меня или нет Или ничего не происходит Просьба написать кому-нибудь, чтобы я смог прочитать А то я смотрю на компьютере и смотрю на телефоне На телефоне как бы я себя вижу А на компьютере получается, что как зависание происходит Ну, видимо так, да? Пока не совсем понятно Значит, упражнение называется По-тибетски это переводится как Волшебные Магические вращения Вот И Соответственно, упражнение Именно С вращением Вращением Позвоночника Вращением суставов отдельных Связок Вот И Как бы правильно так, господи Хочется вам понимать И хочется рассказать И понимаю, что люди До видео проседают Задержка Звук отличный Вот Опять Подвисает видео Вот И Поэтому я вас не вижу И не совсем понимаю Что бы вы хотели посмотреть Может быть Проще Вы зададите какие-то вопросы Я на них Отвечу И Покажу Упражнение Значит Ну Пока вы Будете Что спросить Я вам Хочу сказать Что Есть упражнения Для Верхних Конечностей Есть упражнения Для нижних Конечностей Есть упражнения Для поясничного Отдела Есть упражнения Для Грудного Отдела Есть Упражнения На пищеварение То есть Для тех людей У кого проблемы С пищеварением Правда Я хочу сказать Что Были Занимающиеся Которые Приходили С хроническим Гастритом Так вот Достаточно Хорошие Результаты И Но Не было Ни одного Человека Который Пришел И сказал Что у меня Язва Желудка И Давайте Попробуем Сможет Или нет Поэтому Сказать Что помогает Это Упражнение При язвах При язвах Желудка Вот Я не могу Почему Потому что В принципе Это была Закрытая Традиция То есть Раньше И вот Буквально Когда я познакомился Я познакомился В 2008 году С этим Тибетцы стали Открыто Преподавать Эти упражнения Но они Хочу сразу Сказать Что Тибетцы Преподавали Это как Часть традиции Что значит Часть традиции Дело в том Что Эти упражнения Использовались Йогиным Йогиными В тот момент Когда они Практиковали В длительных Ретритах Так называемых Сидениях Так вот Упражнения Выполнялись Для того Так как Упражнения Выполнялись Так как Ретриты Выполнялись Длительные Чтобы запустить Кровоснабжение После Вот этих Вот Длительных Сидений Выполнялись Упражнения Которые Позволяли Восстановить Кровоток В отдельных Частях Тела Это первое И второе Это было Частью Практики Тумо Тумо Это разжигание Утреннего огня Так вот После Туна Тум Это занятие Выполнялись Упражнения Вот эти Вот И Собственно говоря Мне повезло Мне хватило Образования Прошло Опыта Понять Вообще Что это Тибет Тибет Все Немножко Странновато Это все Показывает Но Как бы К счастью Для себя Потому что Я собственно Говоря Пришел С проблемой Со спиной Я вот Увидел Что это Очень Интересно Анна Подала Вопрос Можно ли Заниматься Тибио-йогой Если Была Операция По удалению Межпозвоночной Грыжи По удалению У меня А Удалению Межпозвоночной Грыжи Я думал Просто Всей Хрящевой Ткани У меня Есть У Которого Удалили Просто Хрящевую Ткань У этого Человека Была Грыжа 14 Мм Если я не Ошибаюсь И вот Ей Как бы Предложили Не просто Удалить Грыжу Но и Срастить Вот Но это Был один Человек Он занимался Так долго Мы Какие-то Мышечные Спазмы Сняли По поводу Того Что Распределение Межпозвоночной Грыжи Вы знаете Это практика Когда Меняет Распределение Нагрузки На Хрящевую Ткань Она И Меняет То есть Она и Приводит К тому Что Грыжа У Я почему Так Говорю Потому Что У меня Есть Снимки Вернее Написание МРТ До Занятия После У людей У которых Были Грыжи Вот Поэтому Спасибо За сердечки Пишите Давайте Я вам что-нибудь Расскажу Потому Что В принципе Я могу Много Показывать Но Мало Чего Понятно Для чего Поэтому Задавайте Вопрос Я вам Все читаю И буду 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 Вам Отвечать Поэтому Если У вас Была Межпозвоночная Межпозвоночная Позвоночная Грыжа И Ее Удалили То Заниматься Можно Пишите У нас С вами Есть Минут Задавайте Вопросы Я Готов Отвечать Слышите Пишите Значит Сейчас Писать Не хотите То есть Вам Все Понятно Хорошо Давайте Тогда Сколько Ну вот Осталось Буквально Немножко Покажу Еще Несколько Упражнений Да Вот Так Значит Смотрите Упражнение Называется Бросить Камень Спиной Упражнение Ну вот Еще Один Вопрос Ольга Задала Подскажите Могут ли Головные Боли Быть Вызваны Проблемой В позвоночнике Как Это Выявить Значит Смотрите Голова Крепится На позвоночнике Да Шейный отдел Подвижен Поэтому Если у вас Не было Механической Травмы То О чем Мы Говорим То Проблемы Шейного отдела И Головные Боли Ну Нужно Смотреть С чем Это Связано Да С С Изменением Натяжения Связочного Аппарата Грудного Грудного И То есть С Изменением Натяжения Связочного Аппарата Скелетной Системы Грубо Говоря Мышцы Спазмировались И спазм Происходит Очень Длительный Головные Боли Могут Быть Вызваны Тем Что Стянута Поясница И ухудшается Появляется Внутри Почечное Давление Которое Приводит К Внутричерепному Но Головные Боли Могут Быть Так же Связаны Что Шейный Отдел Стянут И вы Чувствуете Неприятные Ощущения Поэтому Конечно Все связано С позвоночником Так вот Ирина пишет Как быстро ждать Результатов Для заниматься Два раза в неделю Ну Наверное Это надо Ирина У вас спросить Как быстро Появляется Результат Потому что Вы занимаетесь Этой практикой Сразу На первом занятии Понимает Что это такое И То есть В отличие От всего остального Здесь Результат Вот он Сразу же И здесь Это Это очень Как бы радует Вот Следующий Как можно попасть Вам на занятия Вы знаете Я пока веду занятия В субботу На Масленниково 58 По субботу Сейчас открылись И есть возможность Там заниматься Это Йога-клуб Виргу Вот Это В 10 В 10.30 утра Вот Но Не каждую субботу Я могу вести Но вот эту субботу Я как бы буду А там Но я предупреждаю людей Поэтому смотрите Если у вас Есть какие-то Вопросы Вы можете писать Ко мне И я вам Отличу Вот Ну Больше никто Ничего не пишет Я не знаю В принципе Мне сказали Полчаса Трансляции Практически Ничего не ответил Я не знаю Понятно Вообще Что это Такое Ну Я покажу Еще одно Упражнение Оно Как бы Такое Упражнение Называется Отряхивается Давайте Немножко Отодвинусь Посмотрите Хочу вам сказать Следующее Что не все упражнения Вернее Что Упражнения Выполняются В разном Скоростной Режиме То что делаю я Я могу себе Позволить То есть Мне это Они выполняются Медленно Они выполняются Умеренно И они Они выполняются Быстро Вот Поэтому Я могу Показывать Быстро Но Новички Которые Приходят Они делают Эти упражнения Медленно Или умеренно Вот Это вот Упражнение Бара Натряхивается Оно Как раз Для Бокового Растяжения Позвоночника То есть Вот Очень Очень Хорошо Я не знаю А с чем связано Вот это Зависание Ну Спрашивайте Еще Давайте Еще Две Три Минуты Я Ответ На Какие-то Вопросы Потому Что Показывать Можно Много И Всего Но Может Быть Кстати Ну Так Чтобы Пока Никто Не Пишет Я хочу Сказать Что Проблемы С коленными Суставами Очень Хорошо Купировали Эти дела То есть Не то Что Купировали А Менение Натяжения Связок Убирали Мышечные Спазмы Это Приводило К тому Что Связки Переставали Чрезмерно Быть Спазмированными И Человеку Достаточно Комфортно Было Комфортно С коленным Суставом Так Есть смысл Приходить На тренировки К вам Пишет еще одна Ольга В конце Рабочего дня Снижение Концентрации Зрения И бывают Головные Боли Есть ли смысл Походить Смысл Походить На тренировки К вам Давайте Придите Посмотрим Попробуем Вот Если Смогу вам помочь Значит будете ходить Если Не смогу вам помочь То Не будете ходить Вот Но мне нужен результат Я экспортсмен Шести лет В спорте И еще Как бы Постоянно Занимался Поэтому Для меня Важен результат Я не хочу Заниматься тем Что не приносит Результат Эти упражнения Приносят Результат Вот Ну Я благодарю вас За внимание Это как бы Для меня Новое Потому что Я не вижу Людей Вот Есть возможность Читать Все это идет С запозданием Вот Ваше желание Пишите Пишите На В это Сообщество Где я проводил Трансляцию И Можем еще Пишите Какие вопросы Нужны И тогда мы Подумаем Соберемся И проведем Еще одно занятие Вот Ну что Всего доброго Соберемся 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 Соберемся